Здравствуйте! Меня зовут Владимир Вукста, псиденим Голтис. Я являюсь командором команды Эквитес и автором методики «Исцеляющий импульс». Методика «Исцеляющий импульс» — это наша славянская методика, которая прежде всего основана на медицинских знаниях. Это анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, спортивная медицина, горы прочитанной литературы, начиная от трактатов древнегреческих врачевателей и по питанию, и по оздоровлению, и горы прочитанной литературы современных авторов. То есть эта методика не только выбрала в себя теоретическое наследие всех времен и народов по продлению активного долголетия и по оздоровлению, но и прошла колоссальный практический опыт. Все началось с 1969 года. Мне тогда было 9 лет, и, как понятно, все начинается в великое с любви. Я вырос в селе Думаненци, это Закарапасская область, сейчас это район города Ужгорода. И в нашем селе была такая прекрасная девочка Наталка. По сути дела, она была моей соседкой. Она жила напротив моего дома. И наступил для меня такой долгожданный момент, когда мы с Наталкой остались наедине друг с другом, играя в классики. В то время я осознавал, что я был очень худеньким, дистрофическим мальчиком. И когда я заглянул в Наталкины глаза, она так посмотрела на меня и думала, вот сейчас признается в любви, я буду самым счастливым мальчиком вообще в нашем селе. Она так посмотрела, оценила меня снизу до верха взглядом. И когда я увидел, что ее огромные белые бантики во фронтальной плоскости начали двигаться, я понял, что что-то не то. И она сказала, «Голтис, Голтис, ты такой худой, как скелет». В это время я почувствовал такую боль и в душе, и в сердце. Мне так захотелось заплакать. Но сдержав скупую мужскую слезу, я сказал, «Наталочка, я должен непременно побежать домой. И может быть, я приду, может не приду. Ты не волнуйся, мне срочно надо бежать домой». Мне кажется, что я забыл выключить утюг. Мне очень важно было, чтобы она не поняла, что она нанесла мне обиду. И прибежал домой, я упал на колени перед иконой Господа нашего Иисуса Христа. И говорю, «Господи, ну сделай меня хотя бы самым толстым мальчиком в нашей сельской школе». С этого времени начались поиски. Я тут же написал своему дяде, Вуйку Митте, письмо в армию. Он был, по сути дела, для меня эталоном мужской красоты. Я говорю, Митю, Вуйку Митю, я хочу буты такими, как ты, схожим на Тебе. Что мне надо делать для того, чтобы построить своё тело? И что вы думаете, он ответил на моё письмо? Он мне написал, что через полтора года я возвращаюсь с армии. А до этого времени слушайся родителей, не ходи на красный свет. И как только я приеду домой после дембеля, я займусь твоим формированием тела. Но, как понятно, в этот момент я понял, что любовь не терпит времени. И начались скурпулёзные поиски, как изменить своё тело. Я не помню того мужчину, который посоветовал мне выучить, не просто прочитать, а от корочки до корочки выучить науку о теле. Это была анатомия. И когда я в нашем книжном мире, в городе Ужгороде, в разделе «Медицина» нашёл эту книгу, по-моему, цена была 3,75. Я понял, что я непременно должен приобрести эту книгу, чтобы построить своё тело. С этого и начался исцеляющий импульс. Я по копеечке собирал на эту книгу. Мне мама давала каждый день, когда я шёл в школу, по 20 копеек. По сути дела, это были огромные деньги, чтобы я на большом перерыве покупал себе бутерброд или рогалик с молоком пыв, как то есть окажет на русынской мове. Конечно же, я никогда не покупал бутерброды. Я ждал, когда закончится урок, последний урок. И с сумасшедшей скоростью бежал с этими 20 копейками к ближайшему киоску, где я покупал мороженое «Пломбир», которое стоило в то время 19 копеек. И я понимал, что ровно через 19 дней, собирая ещё по копеечке, я смогу съесть два мороженого. Большего счастья, чем мороженое, больше вкуснятины для меня просто не существовало. Так вот, какой стимул любви? Отказываясь себе, каждый день мороженым я копил этих 3 рубля 75 копеек с тем, чтобы запустить свою жизнь истреляющий импульс. И буквально уже через год занятий настолько Господь смог сформировать моё тело, что та Наталочка так посмотрела на меня и говорит, «Голтис, ты как-то так изменился, как-то так налился, как-то так опух, тебя что, пчёлой покусали?» После этого в 10 лет меня увлекла книга «Физиология», в 12 лет «Биохимия», «Биомеханика», затем «Спортивная медицина». По сути дела на этих знаниях и основана система исцеляющий импульс. Подробно изучив науку о теле, я понял, что для того, чтобы создать базу для дальнейшего телостроения, необходимо построить костяк, то есть формировать костно-мышечную систему. Поэтому первые упражнения, которые я выполнял, были направлены на расширение плечей, на расширение объёмов грудной клетки. Затем, после полугода формирования костной системы, подключились упражнения для открытия зон роста. Следующее целеустремлённое воздействие было направлено на формирование мышечного корсета. То есть тогда были выдуманы первые упражнения, которые позволили сформировать широчайшую мышцу спины. Это аккумулятор нашего организма. Так как в то время в Советском Союзе не было возможности приобрести ни гантели, ни тренажёры, по сути дела тогда, благодаря этим анатомическим знаниям, крепления мышц и траектории движения, за которые участвует та или иная мышечная группа, придумывались упражнения с собственным телом. Или же это отжимания в упоре лёжа, подтягивания на перекладинах, на ветках деревьев, ну и так далее. Независимо от времени года, независимо от погодных условий, каждое утро я бежал в наш Карпатский лес, купался в ледяных источниках и выполнял прописанный мною комплекс по, уже теперь понятно, по системе «Сталяющий импульс». Многие из этих принципов и правил, которые тогда снизошли на меня через знание анатомии, вошли в теперешнюю систему «Сталяющий импульс». Мало того, уже после года занятий подключились к выполнению этих комплексов мои друзья. Все те мои друзья, которые приобщились к занятиям по этому комплексу, за очень короткое время приобрели красивые тела. Наверняка многие из вас думают, ну как же завершилась эта история с Наталочкой? Скажу вам честно, уже через год занятий я понял, так как Наталочка меня отвергла, я просто настолько увлекся этой деятельностью и восточных единоборств, и телостроения, что мы продолжали дружить, но как бы чувства стали потихоньку таять. И я влюбился уже, вот помню, 12 лет в ту девочку, в свою одноклассницу, которая видела во мне нечто другое. Она не по внешности меня приняла в свою душу и сердце, а по каким-то таким вот внутренним, сердечным чувствам. Шли годы, все эти друзья, которые занимались вместе со мной по следующим Миппельсу, и я, обнаружили, что мы не знаем, что такое вот усталость в спарринге. Мы не знали, что такое вот усталость, когда мы катаемся, скажем так, по черным трассам на лыжах с рассвета до заката. Или когда мы ходим с тяжелыми рюкзаками в горы, и вместо того, чтобы скулить, что как тяжело, мы чувствовали такой подъем, мы чувствовали все вот такие вот крылья, которые нас несли по этому прекрасному миру, и мы не понимали, как это может быть, какая радость переполняет не только наши тела, но и наши сердца. Но наступил такой момент, когда начали произрастать вот эти вот греховные зерна тщеславия и гордыни. Я как-то осознал, что да нет, по сути дела, неравных, к сожалению. Сейчас мне стыдно за эти моменты моей жизни. Но в то время я не понимал, что это грешно об этом думать, что нет равных, нет равных в отношении по восточным диноборствам. Мне давали с Господом действительно победы. Мы выступали на неофициальных соревнованиях по всему Советскому Союзу. И когда я был уже призван в армию, в 19 лет я встречаю человека, который растоптал, бескровно растоптал мою гордыню. Он игрался со мной, по сути дела, как кошка с мышкой. Я не понимал, что творится, ведь я не знал, что такое поражение. И тогда я вспомнил те великие слова, что на каждого мастера найдётся ломастер. Благодаря этому мастеру, благодаря этому великому человеку, который преподал мне первый урок, что помимо внешних достижений есть нечто более важное. Есть внутренний мир, есть голос открытого сердца. и передав мне знания, новые знания по восточным миноборствам, которые позволили открыть взрывные центры в так называемых суставах. Благодаря этому мастеру, благодаря этому великому человеку, который преподнёс мне первый урок в отношении того, что тщеславие и гордыня — это плохо, что есть нечто другое. Я вот тогда понял впервые в своей жизни, что помимо всех внешних факторов существует такое понятие, как открытое сердце. Именно тогда были заложены первые ростки по понятию духовного начала. Этот мастер в то время, это был 79-й год, конечно же, заинтересовался системой «Истеляющий импульс», потому что его поразили те моменты, когда можно было подтянуться на одном пальце 12 раз. Его действительно очень заинтересовала методика «Истеляющий импульс». И у нас произошёл, можно сказать, такой бартер. Он мне передал от чистого сердца ту методику, которая позволила бы мне ещё более усовершенствовать мастерство по восточным ненаборствам. Ну и, конечно же, в знак благодарности к нему я ему передал физическую составляющую нашей методики. В 19 лет получил эти новые знания, я почувствовал в себе силу и уверенность, что я непобедим. И тогда начались поиски тех великих мастеров, с которыми я бы смог спарринговать и доказывать своё превосходство. Мне сейчас уже стыдно об этом вспоминать и говорить, но у меня даже такая была целеустремлённость стать непобедимым чемпионом мира по боям без правил. И так длилось до 25 лет. И слава тебе, Господи, что именно в 25 лет, спасая собачку, прыгнув из подвесного моста в Карпатскую речку и раздробив позвоночник, меня приковало к кровати, где профессора вынесли вердикт, что ты будешь инвалидом до конца своей жизни. Именно в этом состоянии я осознал, что главное в жизни. Я понимал, что действительно на этом жизнь закончена. и, конечно же, благодарил Господа за то, что я ещё имею возможность, имею время раскаяться в своём завуалированном тщеславии и гордыне. Благодаря этому прекрасному событию, когда я был прикован к кровати и начал задумываться о смысле жизни, то есть до этого были пьедесталы, я был велик и непобедим, а теперь я стал никем. Вот только тогда, в течение тех двух недель осознания смысла жизни, те ростки, которые были заложены ещё в 19 лет, они дали плоды. Те плоды, которые теперь вошли в основу системы исцеляющий импульс. Применяя все те знания, которые я получил благодаря анатомии, физиологии, биохимии, биомеханике, на протяжении двух недель я мысленно, скрупулёзно отстраивал тело раздробленного позвонка. Я представлял себе, как молекулки объединяются за счёт информационной матрицы ДНК. И произошло чудо. Господь действительно меня исцелил. Он дал мне новый шанс через глубинное осознание, что есть главное в жизни. Он мне дал шанс снова встать на ноги, приобрести крылья и каждому человеку говорить о главном, что главное в жизни человека — это не те внешние факторы физического совершенства, а главное, где это находится внутри, в глубине Души, в самом сердце человека. Благодаря этому прекрасному уроку главенствующей частью методики стало не только физическое составляющее, но именно духовное начало — это открытое сердце. Сейчас исцеляющий импульс — это целостная методика, которая состоит из пяти частей. Духовное начало или открытое сердце, физкультура импульса, питание по импульсу, голодание и закаливание. Благодаря регулярным занятиям по этой методике вы не только сможете за очень короткое время произвести генеральную уборку в вашем теле, приобрести утраченное здоровье, продлить активное долголетие, но по-настоящему стать счастливым человеком, потому что физическое здоровье — это ещё не главное. Очень важно для тех людей, у которых не чествело сердце, не окаменела душа, видеть вокруг себя здоровых людей, потому что так важно осознавать, что все люди, которых мы любим, они здоровые и счастливые. Благодаря регулярным занятиям по этой методике вы не только за очень короткое время произведёте генеральную уборку в вашем телесном храме, вы не только приобретёте утраченное здоровье и направите года вспять, но вы по-настоящему станете счастливым человеком, потому что самое важное в жизни человека — это жизнь с открытым сердцем, за всё благодарить нашего Отца Небесного, за всё то, что мы имеем и не имеем, верить в то, что что бы ни случилось, всё к лучшему, в каждом человеке видеть только хорошее, о плохом говорить с любовью, этого так сейчас не хватает в наше время жить действительно с открытым сердцем, и когда ты видишь вокруг себя родственных душ, которые не только разделяют с тобой горе, но разделяют и радость, и все эти люди счастливы, и дети счастливы, и родители наши счастливы, и всё человечество живёт с открытым сердцем и все счастливы, вот тогда, насколько это возможно, мы тоже будем чувствовать себя по-настоящему счастливыми людьми. Каждый человек, который приходит в систему исцеляющей импульс, приходит со своей мотивацией. Кто-то приходит с тем, чтобы направить годов спять, кто-то приходит за тем, чтобы перебрести утраченное здоровье, кто-то занимается импульсом, чтобы повысить свои спортивные результаты, а кто-то приходит за тем, чтобы узнать, как жить с открытым сердцем. Я предлагаю узнать вам, чем для вас лично может стать исцеляющий импульс. импульс. И импульс. И импульс. Субтитры создавал DimaTorzok